Продолжаю рассказывать о стандартных функциях Паскаля и сегодня разговор о функции CONCAT. Название это произошло от слова CONCATENATION, то есть сокращение от слова CONCATENATION, как там по-английски будет правильно, что означает объединение-соединение. Синтаксис функции вы сейчас видите на экране, то есть функцию может передаваться несколько параметров, причем количество не обозначено строго, то есть это может быть 2 параметра, 3, 5, 10. Все это строковые параметры, либо константы, либо переменные, и возвращает функция также строку. Функция объединяет строки S1, S2 и так далее в одну строку и возвращает полученную строку в качестве результата. Если итоговая строка получается слишком длинной, то она усекается до 255 символов, точнее до 255 байт, как сказано в документации. Почему байт? Потому что в кодировке, к примеру, Unicode, один символ занимает более одного байта, и соответственно символов будет меньше. Объединение строк в Pascal можно выполнить и без использования каких-либо функций с помощью оператора плюс. Например, вот так. То есть здесь мы складываем две строки, константы в данном случае, и в итоге в строке S будет одна строка, hello, word. Разумеется, так можно объединить не только две, но и более двух строк. Кроме того, в правой части выражения могут быть не только константы, но и переменные. Однако, не во всех языках программирования это возможно, то есть не везде можно вот так вот просто соединять с помощью оператора плюс или какого-то другого строки. Хотя почти во всех, но тем не менее не во всех. Поэтому стоит помнить, что есть и специальные функции для объединения строк. Например, описываемая здесь функция concat. В эту функцию вы можете передать несколько строковых констант или переменных, а на выходе получите строку, в которой соединены все переданные функции строки. Слева направо по порядку передачи функцию. Ну и давайте на примере посмотрим. То есть здесь вот у нас есть несколько строковых переменных. Вот этот примерчик, который мы рассматривали выше. Здесь мы его выводим на экран. А здесь мы с помощью функции concat записываем значение в переменную s1 и также выводим ее на экран. И здесь будет сообщение vn, press enter. Вообще, конечно, можно вот эту переменную не использовать, а вот эту функцию сразу передать вот сюда. Это будет, это сократит немножко исходный код, но в каких-то случаях будет более наглядно. Ну, чтобы уж довести это все до конца, давайте откомпилируем программу и посмотрим, что же у нас получилось. Ну, получилось, в общем-то, все, что мы и ожидали. На экран выведены две строки и функция concat успешно справилась с поставленной задачей. Ну, что ж, на этом на сегодня все. Не забывайте делиться с друзьями, подписывайтесь на каналы и ожидайте новых видео. Они выходят у меня достаточно регулярно. Пока!